Всем привет, друзья! Любуюсь вот таким зрелищем, только что снял крышку, вот вино еще раскачивается после этой процедуры, это яблочное вино, которое провело в этом ферментаре около полутора месяцев. Видите, какое оно уже стало прозрачное, осветлившееся более-менее. Одним словом, пришла пора убрать осадок, который у нас на дне, и вино с этого осадка слить. Вот такой вид это имеют стаканчики. Ну, видно, что еще не до конца прозрачный. В запахе молодое вино, не сформировавшееся. Ну и на вкус это сухарик, друзья. Это сухое вино. Здесь ничего такого, пока нет никакого-то богатства вкуса, никаких-то супер ароматов. Ну, просто перебродивший яблочный сок. Кстати, кислоты очень и очень получилось в норме. То есть, ее и немного вино, не кислое абсолютно. Ее и не мало. То есть, вино не пресное такое, знаете. Вино достаточно приятное, достаточно сбалансированное по кислоте. Что, друзья? Переливаем. И снова надображивание. Вот что, друзья, творится на дне. Вот такая густая каша. Ее довольно большое количество. То есть, здесь и дрожжики. И то, что было в неотфильтрованном яблочном соке. Вот, друзья, снова то, что у нас теперь стало более чистым. Я упечатываю крышкой с гидрозатвором. И все это снова отправится у меня на пару-тройку недель на дображивание. Хотя особо дображивать там уже нечего. Сахара там практически нет. Но вот это вино станет немного лучше, осветлится. И в нем снова выпадет осадок. Еще в советские времена виноделы и отрасли с этим, с виноделием связанные, ставили эксперименты. То есть, вино готовилось в огромных резервуарах. Десятки тысяч литров. И вино готовилось в небольших бочонках. Вот там, объемом около 10 литров. И виноделы пришли к такому выводу, что самое вкусное и самое лучшее вино, оно и получается в небольших емкостях. Когда вино естественным образом, своим вот этим осадком, на дрожжах, готовится в емкостях небольшого объема. Так, ну, друзья, об этом я еще вам расскажу, пока этот бочонок отправляется снова в место, где температура около 20 градусов. 20 градусов это оптимальная температура для брожения вина. И проведет там еще пару-тройку недель. Ну что, еще две недели прошло. Эти две недели вино провело при температуре где-то 18-20 градусов. Можно было бы снять его с осадка, но мы поступим следующим образом. На улице сейчас уже начало зимы, и мы имеем возможность поставить вот эту емкость с вином, и вторую ей подобную, в холодное место. То есть, просто выставить на улицу. И дать вину охладиться до температуры близкой к нулю. Что это нам даст? Те дрожжики, которые находятся в толще вина, они окончательно осядут на дно ферментера. И вино получится снять с дрожжевого осадка более чисто. При этом не прибегая ни к каким-то дополнительным методам. То есть, не придется чистить там желатином, не придется чистить бентонитом и так далее. Ну, а аспекты в приготовлении яблочного, как и других плодовых вин, они очень схожи с виноградным сырьем. То есть, в принципе, все те же самые. Что мы должны для себя понимать? То есть, вино должно сбраживаться, столовое вино, при температуре около 20 градусов. Вино должно после окончания вот этого бурного брожения провести с дрожжевым осадком, вот этим первым, не менее 20 дней. Изначально, когда еще перед сбраживанием вина, не стоит очень сильно забивать голову и заморачиваться, так попробовали на вкус. Вот, и если кислотность более-менее приемлема, изначально не пытайтесь ее понизить. То есть, в процессе брожения кислотность значительно изменится. И, скорее всего, она подойдет к такому результату, который будет входить в норму. А как ни крути, друзья, кислотность это одна из важнейших характеристик нашего вина. То есть, вина, обладающая нормальной и правильной кислотностью, более сбалансированные, более питкие, более приятные, более гармоничные и освежающие. Поэтому изначально привести к какой-то низкой кислотности вино очень даже неправильно. Потому что, если вино будет с недостаточной кислотностью, то вкус вина будет таким простым, каким-то однобоким. Вот. Но, опять же, нельзя перекислить вино. То есть, если кислотность вина будет повышенная, это приведет тоже к резкому, неприятному, грубоватому вкусу. Вот. И вот для яблочных вин очень важно найти вот этот баланс. Ну, мне нравится, например, кислотность не выше 4 pH. Ну, давайте я, наверное, расскажу обо всем этом подробнее в видео о виноградном вине. Почему такие характеристики, почему такие температуры там и так далее. Сейчас вот покажу вам просто вино. Вот видите, как залит у меня ферментер. Вот, когда идет дображивание, вот это тихое бражение, когда сняли с первого осадка, то, конечно, лучше, чтобы емкость была как можно более полная, чтобы контакт с воздухом был минимальный. Ну, и вот так, друзья, это выглядит в винном бокале. Вот такое замечательное яблочное вино. Молодое. Вот вкус у вина меняется. Как вот она выдерживается на дрожжах, на дрожжевом осадке. У вина появляются совершенно другие нотки. Если вино часто сливать с дрожжевого осадка, то оно, возможно, будет более чистое. Но такой вот ароматики у вина не будет. То есть аромат уже довольно-таки богатый. Приятная вещь. Легкая, не напрягающая, освежающая. Одним словом, друзья, не буду затягивать это видео. Более подробно обо всем этом расскажу вам в видео о вине из винограда. А вот эти бочонки с яблочным вином отправляю на улицу. Ну, и там они проведут у меня 3-4 дня. При температуре близкой к нулю. И вот это еще в толще вина, содержащаяся дрожжевая узвесь, осядет вниз ферментера. На этом все. Ждем еще 3 дня. Ну что, друзья, прошло еще дней 5. Принес емкости с улицы. Видите, на крышках снег лежит. На улице зима настоящая. Ну и, соответственно, температура у яблочных вин ближе к нулю. Где-то так. Снимаю крышки, посмотрим, что там внутри. Видите, что творится. На поверхности вина даже льдинка такая небольшая плавает. Вино на грани замерзания. А там нету. Вот это яблочное и яблочно-грушевое вино. Так, друзья, осталось проверить, что у нас по кислотности этих вин. Вот я приготовил 2 стаканчика. Ну и далее скорректировать до желаемого значения сахар. И отнести эти вина уже в стеклянной посуде, в подвал на длительный отдых. А сейчас посмотрим, что по кислоте. Подогрел, друзья, стаканчики до приемлемой температуры. И можно померить кислотность. На вкус нормально. Вот чисто яблочное вино, оно такое более кислое. А яблочно-грушевое более пресное. Вообще, в кислотности вина 3 показателя. Это тетруемая кислотность. Это активная кислотность, которую мы можем померить. Наш PH. Ну и летучая кислота еще содержится. Вот. Померяем мы только активную кислотность. То есть вот у нас есть PH-метр. Вот он хранился. Не знаю, батарейки не сели у меня. Так, мне вроде светится. Так, вроде светится. Значит, все нормально. Сейчас померяем уровень PH в вине. Посмотрим, нужно ли что-то корректировать. Все-таки, друзья, PH это, я считаю, один из главных показателей вина. И для яблочных вин нужно, чтобы PH был в районе четверки. А еще лучше, где-то между 3,5 и 4. Вот это будет самое нормальное, самое вкусное яблочное вино. Так, посмотрим, что покажет. Потому как вина, где кислотность 3,5 и 4. У них эта кислота является консервантом. То есть эти вина лучше хранятся. Эти вина наиболее приятные. Эти вина наиболее сбалансированные. Так, ну. 3,64. Здесь все отлично. Смотрим здесь. Ну и здесь в этом пределе. То есть 3,5 до 4. Все замечательно. О кислотности давайте я чуть подробнее расскажу. Наверное, тоже в видео о виноградном вине. Чтобы не распыляться на два видео. Не проговаривать одно и то же. Ну и вот наглядно видно, что PH практически не отличается в обеих винах. А на вкус кислотность совершенно разная. Ну, наверное, всем понятно, что вино сбродило полностью. И все вино, что мы имеем, оно абсолютно не содержит в себе сахара. То есть это вино сухое. Легкое столовое сухое вино. Итак, друзья. Я вот приготовил вот такие емкости. По 11 литров каждая вот эта бутылка. То есть все это должно влезть. И первых две емкости, там где будет сухое именно вино, я буду заполнять под самое горлышко эти банки. И упечатывать крышками. Ничего с этим вином делать не нужно. Оно и так хорошее. Вот из одной емкости я залью яблочно-грушевое вино, сухарик. И вот яблочное. Зверь пришел помогать, но устал, спит. Вот видите, как баночку наполняю, прям под завязку. И крышечку опечатываем плотно. Крышечка подписана. Все. Вот это вино будет храниться. У него хорошая кислотность. У него достаточное количество, там не менее 11% алкоголя. В баночках у этих минимум кислорода. И поэтому это вино будет храниться и год, и два, и сколько угодно. В прохладном помещении, в подвале. Она будет без каких-либо дополнительных консервантов, стабилизаторов. С ним и так будет все хорошо. Так, остальное же вино, друзья, видите, я розлил. Банки налил не полностью. Здесь мы сейчас сахар будем корректировать. То есть полусладкий мы его сделаем. На дне вот такой осадок мелкодисперсный. Видите, прям взвесь. Подслащать вино, друзья, будем фруктозой. Как обычно. И на литр фруктозы. Вот видите, 4 баночки. Здесь у нас яблочное грушевое, 2 баночки. А там 2 баночки чисто яблочное вино. Вот по одной из этих банок я добавлю где-то 30 грамм на литр фруктозы. Вообще в полусладких винах там от 30 до 80 грамм на литр добавляется сахара. То есть в 2 баночки я добавлю по 30 грамм на литр. Ну, то есть на каждую банку добавлю по 300 грамм. А 2 других сделаю еще чуть более сладкими и добавлю где-то по 400 грамм. По 40 грамм на литр. То есть все просто. 300 грамм фруктозы. Стаканчик, в котором все это будем смешивать. Заливаем вот я в таком пивном бокале нагрел вино в микроволновке. Так как вино холодно, чтобы лучше растворить сахар. Ну и фруктозу туда же. Все остается размешать. Ну и после того, как сахар растворится, возвращаем обратно в банку. С остальными поступаем таким же образом. Ну вот, друзья, сахар внесен. Видите, баночки еще не полные. Вот те осадки, которые... Не осадки, там еще достаточное количество вина оставалось в емкостях. Это вино я слил в бутылку и выставил снова на мороз. И сейчас там выпадет еще один большой такой плотный осадок. И из этой бутылки я доберу вот это все вино, которое там останется. И долью вот эти емкости до самого верха. Значит, здесь у нас внесено 300 грамм, а здесь 400 грамм фруктозы на вот эту емкость. То есть 30 и 40 грамм фруктозы на литр примерно. Вино мы сделали полусладким. Все это очень просто, но тем самым вино мы свое сделали нестабильным. Вино сбраживалось на чистой культуре дрожжей. И эти дрожжи выдерживают спиртуозность большую, чем мы в данном случае имеем. То есть эти дрожжики могут еще набродить немного спирта. И хотя вино снято с двух осадков, дрожжи максимально из него убраны. Все равно в толще вина их там огромное-преогромное количество. И что сейчас произойдет, если все оставить как есть? Дрожжики примутся за наш моносахарид. Дрожжики постараются сожрать ту фруктозу, которую мы сейчас в наше вино добавили. А нам это не нужно. Эти дрожжики, съедая фруктозу, дадут бражный вкус вину. Снова выпадет осадок, вино снова станет более мутным. Ну а мы всего этого, понятное дело, не хотим. И дрожжи, главное, съедят сахар. Они снова постараются сделать это вино сухим. И нам это тоже не нужно. Нам вино нужно полусладкое. И чтобы все это действие предотвратить, мы используем вот такой препарат. Препарат этот называется метабисульфид калия. Или пиросульфид калия. Видно, нет. Сейчас приближу. Такая баночка. Препарата этого нужно настолько ничтожное количество, что вам такой баночки хватит, наверное, для домашнего виноделия на всю вашу жизнь. Такой же или подобные препараты применяются и в промышленном производстве вина. То есть, если вы сейчас сидите за бутылочкой вина и прочтете состав, то увидите обязательно в составе любого вина содержится диоксид серы. Я уже рассказывал в прошлом сезоне об этом препарате. Повторюсь еще раз. Вкратце, то есть диоксида серы здесь будет по весу примерно 50% содержаться. И в нашем случае, друзья, вот эта присадка является и консервантом, и антиоксидантом, и стабилизатором нашего готового вина. Этот препарат сохранит и цвет вина, и прозрачность вина. И убьет всю микрофлору, которая в вине нашем содержится. И воспрепятствует возникновению каких-либо пороков. То есть, вино портится не только, когда вы его готовите, а большинство пороков вина приобретается им уже в процессе хранения. То есть, или много воздуха, или попало какое-то заражение, или не герметично закрыта емкость с вином, и так далее. И может развиться в этом вине какая-то ненужная нам жизнедеятельность. То есть, в вине может появиться плесень, могут появиться какие-то грибки. Ну и в лучшем случае, что с этим вином можно будет сделать, это его перегнать. И вот этот препарат позволит нам наше вино прекрасно сохранить. Этот препарат вам не нужен, если вы делаете какое-то небольшое количество вина. Не планируете вино долго хранить, а планируете там сделать такую баночку вина. И в ближайшее время поставили ее в холодильник, и в ближайшее время планируете ее употребить. С ним и так ничего не случится, в холодном месте. То есть, все будет более чем замечательно. Сухое, например, вино этот препарат я не добавлял. То есть, там хватает спиртозности, там хватает кислотности, естественного винного консерванта. То есть, с ним и так будет все хорошо. Воздуха там нет, оно залито под самое горлышко. Оно прекрасно сохранится. Ну вот, здесь, если мы планируем вот эти вина немного подержать, чтобы вино обрело свою ароматику, обрело свой букет. То есть, чтобы эти вина как минимум год в стекле у нас прохранились, обязательно добавим сюда этот препарат. Нужно его, друзья, всего ничего. То есть, он добавляется в очень-очень маленьком количестве. Много разных мануалов есть, сколько там его добавлять и как. Я добавляю традиционно 1 грамм на 10 литров вина. 1 грамм это вообще ни о чем. Нужны весы, правда, точные. Вот полграмма, видите. Все, 1 грамм. Вот такое мизерное количество препарата нужно на вот такую емкость. Добавляю следующим образом. Снова отливаю из емкости немножечко вина. Аккуратно добавляю в него препарат. Тщательно размешиваю. И возвращаю обратно. Со всеми остальными поступаю аналогично. Все. Метабисульфид калия я добавил в все эти емкости. Посетила меня, друзья, одна мысль. Я не буду ждать, пока у меня осветлится там вот этот остаток вина. Я сейчас просто схожу в подвал. Возьму вино прошлого года. Урожая прошлого года, такое же яблочное. И добавлю вот в эти бутылочки, чтобы они были под горловину. Ну, и все выглядит вот так. Единственное, что мне осталось сделать, это совершить 6 рейсов в подвал. И все это туда отправить на хранение. Вот этот ролик о яблочном вине, он получился у меня таким довольно поверхностным. То есть мы затронули многое, но по-хорошему не разобрали в нем ничего. Для чего я это сделал? Ну, это видео как бы является логической концовкой первой части о яблочном вине. А все вот эти процессы более подробно я опишу, расскажу вам в следующем ролике, которое о виноградном вине у меня снимается. И там я расскажу уже более подробно обо всем, о чем мы разговаривали здесь. То есть и о кислотности вина, и о температурах сбраживания, и о снятиях с осадкой, интервалах и так далее. То есть дабы не повторяться, я решил вот о яблочном вине снять вот так коротко, а уже о вине виноградном расскажу более подробно. То есть там ролик будет более длинный, более нудный, как всегда. Ну, что сделано, то сделано. А чтобы не повторяться, я вот решил поступить так. Но касаемо самого напитка, друзья, это пока молодое вино. И букет в нем еще не сформировался. Но со временем, хранясь даже не в бочках, а вот так вот в стеклянной таре, оно будет становиться с каждым днем все лучше, лучше и лучше. То есть аромат его, вкус будут раскрываться с каждым днем. Но уже сейчас это приятный, легкий, питкий, ароматный, абсолютно ненапрягающий, освежающий напиток, который можно с большим удовольствием употреблять. Опять же, богатый витаминами. Ну и самое главное, вы должны понимать, что для того, чтобы приготовить вот это домашнее вино, простейшее, вам не нужно каких-то делать финансовых вложений, затрат. Вам нужна простейшая какая-то кухонная соковыжималка, любая абсолютно, какую вы найдете емкость. Не обязательно даже для первого раза искать там чистой культуры дрожжей. Можно и на диких сбродить, будет все нормально. И вы получите напиток, отведав который, сделайте для себя вывод, что этот напиток нужно не лениться и делать каждый год. Потому что ничего подобного вы нигде не приобретете. Даже за большие деньги. А это вам обойдется совершенно, можно сказать, бесплатно. Ну что, друзья, на этом все. Меня ждет несколько походов в подвал. Надеюсь, вам это видео было полезно и интересно. За вас будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!